На прошлой неделе было очень много новостей. А все потому, что, во-первых, началась выставка Джан Кон, а во-вторых, потому что все активно готовятся к Эссену и прогревают аудиторию. Мы не успели даже проработать все, что появилось в новостном поле, поэтому часть уйдет в следующий выпуск. Ютубу в последнее время больно, и это сказывается не только на возможности просмотра, но и на загрузке видео. Мы потихоньку стелим соломку, так что милости просим к нам в ВК. Там вы найдете и обзоры, и новости, и чего только не найдете. Юрина самое большое ожидание Джан Кона — это игра Коми Хантерс. И пусть вас не обманывают циферки на БГГ. Это реально новинка. Но вот в каком плане. Эта игра вышла еще в 2020 году, но только в Бразилии. Там были проблемы с авторскими правами на Марвел и супергероев. И потому международный релиз она так и не получила. Ну вот наконец-то она выходит на английском, а это значит, что кто-то скоро начнет донимать с просьбами составить ему компанию. Достаточно просто можно понять, что это игра про коллекционирование комиксов, и в данном случае по мультивселенной Марвел. Это карточная игра, которая разыгрывается в три раунда. В каждом из них вы будете посещать различные места, чтобы покупать комиксы, а потом выкладывать перед собой, начиная новые коллекции, ну или продолжая имеющиеся. Ну и для всех фанатов, разумеется, первые появления героев в комиксах и важные сюжетные выпуски будут иметь особое значение. На русском языке ждать ее, конечно же, не стоит. В игре Fairy Ring вам предстоит создать грибную деревню, чтобы поселить на поляне фей. Аккуратно введите свою фею от деревни к деревне по кольцу фей, чтобы собрать как можно больше маны. У вас здесь всего два сезона, чтобы развить свою деревушку до наступления зимы. Приятно оформленная небольшая семеечка, в общем, а почему бы и нет. Или да, кому как. В игре AeroDom, не путать с аэродромом, игроки выбирают пилота и собирают колоды, чтобы вступить в воздушные дуэли. Игроки будут одновременно разыгрывать карты, которые определяют их порядок хода и действия, которые они должны совершить. Ну, то есть игра построена на программировании действий. За это они будут перемещать самолеты и пытаться нанести урон оппоненту. Играть могут до 8 игроков, но вот не уверен, что одновременно все 8. Более подробно с ней можно ознакомиться на GameFound, правда времени, чтобы поддержать проект практически не осталось. Да и сборы там удручают, так что если хочется, то нужно шевелиться и брать друзей. The Veer представили игру, одним из авторов которой стал Фил Уокер Хардинг. Cities — это градостроительная игра, в которой вы выбираете лучшие проекты и размещаете их на игровой территории. Каждый раунд игроки будут набирать себе тайлы города, чтобы расширять территорию. Здания, чтобы эти территории застраивать. Ну и различные жетончики, чтобы получать бонусы и выполнять задания на перегонке. Все это, чтобы набирать победные очки. Игра выглядит симпатично, но не скажу, что это какое-то гениальное оформление, хотя The Veer могут в оформлении. Мир Легенды Пяти Колец пополнится новой настольной игрой. В игре River of Gold игроки берут на себя роль речных купцов, объединившихся с легендарным самурайским кланами, каждый из которых стремится использовать реку, чтобы заработать богатство, славу и мудрость. Вы будете вкладывать деньги в развитие портов, рынков, святилищ и прочего. Плавать по золотой реке, увеличивая свою богатство и влияние. Благодаря контрактам на поставку. А еще вы будете посещать различных знатных особ, получать их благосклонность. В общем, игра прикольная, но с оформлением там настолько заморочили, что даже поле в ней с золотым тиснением. А по сути это евро как евро, но за счет пикапа и деливери может выглядеть весьма интересно. Также появились новости по патигейму про диаграмму Венна. Финген Рингс. В центре стола выкладываются три кольца. Один игрок становится ведущим, а остальные будут в эти кольца раскладывать карты с изображением разных предметов. В зависимости от кольца, логические правила будут связаны с различными характеристиками, такими как орфография, грамматика, физические свойства, культурная значимость или вообще промышленность. Игроки будут раскладывать карты, пытаясь понять логику колец. Положили карту не туда, ведущие ее переложат. А вот если четко угадали, то можете сыграть еще одну. Кто раньше других избавится от карт, тот и победит. В игре Дрэгон Дейл четыре племени преследуют свои уникальные цели на таинственном острове полном магии. Викинги застряли на мели, их корабли сломаны, им нужна древесина для ремонта. Но почти все деревья пожухли, осталось лишь несколько. Они отправляются валить их и перевозить древесину на свои корабли, запряженные верными валами. Откуда там валы? Не спрашивайте. Кельты жили здесь всю жизнь, но всегда на краю острова. Теперь приближается зима, которая, кажется, будет еще хуже, чем все предыдущие. Поэтому их королева решила, что им нужно срубить одно из волшебных деревьев и сплавить древесину по рекам к себе домой. А вот друиды, которые были частью кельтского племени, но когда их главный друид узнал о планах королевы, он поклялся защищать деревья. Теперь друиды хотят благословить деревья, чтобы уберечь их от любого вреда. Неизвестно, что за всеми этими бедами стоит темная фея. Она наколдовала туманности, за которой викинги подошли слишком близко к зубчатым скалам, сели на мель и вот это вот все. Она принесла завывающие ветры, предвещающие грядущие холода. И она нашептала недовольство на ухо друидам. И все это для того, чтобы обрести свободу, ведь деревья ее тюрьма. И чтобы вырваться на свободу, ей нужно отравить их. Такая вот предыстория новой игры со симметричными фракциями, которые довольно разные, но базовые механики у них будут идентичны. А еще обещают, что в этой игре все фигуры будут обладать интеллектом. То есть вы будете знать, как ваши войска поведут себя в какой-либо ситуации. Например, будут сражаться или отступать, или попробуют договориться даже. И поэтому вам нужно будет грамотно планировать, где у них кто будет находиться. Вернее, у вас. А еще там по полю будет бегать дракон, который будет реагировать на действия каждого игрока и, может быть, начнет охоту за вашей фракцией. Этот персонаж не принадлежит никому из игроков. В мае следующего года на кикстартере ожидается Tomb Raider The Crypt of Chrono. Обещают полноценный Tomb Raider, но только на столе. И так как в нее можно играть от одного игрока, то есть подозрение, что ее будут точить как соло-игру. Ларри Крофт предстоит отправиться в путешествие на остров Кайрос в поисках артефакта, который, как говорят, хранит бразды правления временем. Обещают ловушки, исследования, решения головоломок и бои. Ну, посмотрим в мае следующего года. А теперь черед краудфандинга. Правда, там почти шаром покати, и я вполне допускаю, что всему виной Джон Кон. И так как что в его время, что во время Essence Spiel на зарубежных краудфандингах крайне мало интересных проектов, но если вы ищите различные ролевки или STL-ки для печати, то этого добра на кикстартере великое множество. И вот тут я вам дам пищу для размышлений. Так буквально и называется эта игра. Новый проект от Grail Games. У ребят достаточно много различных игр в портфолио. Из последнего, что выходило на русском, Сады Сиднея от Мира Хобби и Магеллана. Но если так покопаться, то можно еще вспомнить Бумеранг и Хуанхэй Янзы, который издавал Алавка Игр. Правда, вот с этими двумя могут сказать, что там во всем виноват Матагот, но это не совсем так. Ну да ладно. Пища для размышлений – это настольная игра с достаточно привычной многими механикой. Выставление рабочих. В ходе игры вы будете посещать различные локации, собирать ингредиенты. Хотя, скорее всего, правильнее сказать – покупать ингредиенты, на базе которых вы будете создавать свои кулинарные шедевры и потреблять их в пищу. Но еда ради еды не наш метод, и вам нужно будет заниматься различными активностями. Играть в бильярд, заниматься аэробикой, ну и так далее. Чтобы держать себя в тонусе. Ну и сжигать калории. Грешить фастфудом тоже можно, впрочем, как и забыть про пищевую аллергию. В ходе игры вы будете стараться держать баланс между здоровой и не очень здоровой пищей для поддержания организма в тонусе, за что и будете впоследствии получать победные очки. Ну или терять. Тут все от вас зависит. Игра разрабатывалась диетологом, и с одной стороны может оттолкнуть, а с другой стороны даст ту самую пищу для размышления. Сама игра не нова и по сути является переизданием, в которое уже включено два дополнения. Так что можно заморочиться и найти старую версию, которая существенно проигрывает этой в оформлении. Ну или просто попробовать ее в ТТС. А вот Йонда может показаться крайне специфичной игрой, и это тоже связано с оформлением, но тут виноваты Sinister Fish Games. Это оформление они передают от игре к игре. И начали, пожалуй, с деревни, улиц, луны. Ну да ладно. Причем деревни, улицы и луна могут быть вам очень знакомы. Правда, луну мы на русском так и не увидели, а жаль. Деревни и улицы получились весьма интересными проектами, которые издавались на русском языке. Новая игра существенно отличается от предыдущей трилогии. Во-первых, она с ней никак не связана. Ну, если только художникам и авторам. В остальном это новая игра на размещение рабочих, где вам предстоит строить свое поселение. Но все не так просто. У вас будет набор из различных рабочих, которые будут иметь различные способности. Например, гоблины не имеют вообще никаких бонусов. Впрочем, скелеты тоже, но скелетов не нужно кормить. А вот огры приносят в два раза больше ресурсов, но и употребляют в два раза больше еды. Эльфы хитрые, поэтому могут посещать занятые локации. А вот дварфы отлично будут справляться с строительством. В ходе игры в гавань будут прибывать новые рабочие, и вы сможете ими наполнять свой пул для дальнейшей игры. Но все это нужно только для одного, заработать как можно больше победных очков. Как это сделать, решать только вам. Выполнять условия ингейм-скоринга, или наоборот, выполнять различные задания торготцев в течение всей игры. И зарабатывать золото, которое является победными очками. Не сильно сложная, но приятная игра отможет и не самого именитого автора, но вот то, что он действительно может, так это удивлять своими играми. И последняя на сегодня кампания. Винс оф Нума Сера. Это игра-гонка, где игроки будут пытаться раньше других выполнить одно из условий победы. Этих условий всего четыре, но они существенно отличаются друг от друга. При этом игроки, играя за разные фракции, будут получать предрасположенность к выполнению той или иной цели. Также в ходе игры, пытаясь добиться чего-то одного, вы будете двигаться и по остальным путям. Например, одна из целей – разблокировать пять различных классов. У каждого класса свой способ получения. Ну, например, наследник разблокируется только после завоевания второй крепости. При этом завоевание четырех нейтральных крепостей приводит к победе через завоевание. А мудрец разблокируется только, когда вы изучите все свое дерево технологий. При этом во время изучения вы можете получить какое-то умение, а развитие этого умения до четвертого уровня приведет к победе через мастерство. Ну и так далее. Также немаловажную роль играет торговля. В игре вы можете продавать и покупать все, что угодно. Ну, практически все, что угодно. Новые классы не получится купить, новые технологии не получится купить у других игроков. Но купить какой-нибудь уровень, какого-нибудь заклинания дешевле, чем это получится сделать самостоятельно, вполне себе. Почему нет? Никто не запрещает. Или, например, вы завоевали крепость, получили наследника и понимаете, что эта крепость вам больше не нужна, а денег катастрофически не хватает. Продайте ее тому, кто хочет играть через завоевание. Оно ему нужнее, и да, это будет приближать его к победе. Но кто вам запретит отвоевать эту крепость обратно, после того, как вы вложите полученные деньги в свое развитие? Это крайне хитрая игра, где много внимания уделено взаимодействию игроков друг с другом. И я не скажу, что это плохо. Сама игра берет свое начало в одноименной графической новелле, которая ровно так же собирала деньги на кикстартере и увидела свет в 22-м году. Но это не значит, что без знаний первоисточника играть не получится. Это всего лишь приятный бонус к игре. Графическую новеллу также можно получить и в рамках этой компании. Ну, а если хочется пораньше, что можешь заказать, например, на сайте издательства Dark Horse Comics. Я не скажу, что это игра мастхэв, но если хочется легкой в освоении игры с весьма глубоким игровым процессом, основанным на весьма плотном взаимодействии за столом, то я бы рекомендовал к ней присмотреться. С краудфандингом разобрались, а это значит, что пора переходить к новостям от наших. Но перед этим я бы хотел поблагодарить наших бустеров. Ребята, вы лучшие. Именно благодаря вам мы развиваемся, придумываем что-то новое и дорабатываем старое. Ровно поэтому Geek Media уже давно перестала быть простым каналом и превратилось в полноценное сообщество. Иначе я не могу объяснить все, что происходит внутри. Различные встречи подписчиков, раздающиеся интерактивы в стиле «Во всем Юра виноват, тайных санд, конкурса Покраса». Про отговаривание от покупок я вообще молчу. В одном достаточно известном сериале говорили ваша воля моими руками, но в нашем случае ваши идеи нашей реализацией. Но если вы все еще не с нами, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А вот теперь точно к нашим. Краудгеймс открыли предзаказ на Оскверненный Грааль. Из нового можно взять дополнение Красной Смерти. Это четвертая сюжетная кампания, где вас ждут 8 глав. Это около 30 часов игрового процесса. С несколькими вариантами концовок. Еще из нового можно взять верховых героев и промо-набор карт-предметов. Для тех, у кого первая редакция, есть возможность купить набор исправлений. Там куча карт, буклеты для тех, у кого старая редакция, но количество ограничено, и это грустно. Кстати, забавно. На прошлой неделе у нас был Mipple House на стриме, и у них выйдет обновленная редакция игры «Рейнджеры». Так вот, они набор обновлений всем желающим бесплатно обещали раздать. Но тут камень в огород даже не Краудгеймс, а в огород Авакен Рилмс, которые написали слезливое обоснование, почему нужно платить за апгрейд пак во время кампании по Руин Кинг. Ну и коль я уже сказал о рейнджерах, на русском языке планируется целая серия дополнений к игре, а не только большой доп в сюжетной кампании, про которую уже не раз говорилось. Там и доп с новыми картами квалификаций, и специализаций рабочее название «Стюард долины». Ждем и моменты прошлого, где будет случайный набор событий в путешествиях, и, конечно же, ждем наследия предков. Сюжетное дополнение — это всегда хорошо. На Крауд Репаблике открыт предзаказ на настольную игру «Взлом», где вы в роли хакеров проникаете в базу данных одной из корпораций будущего, чтобы выкрасть из нее специальный набор данных. При этом это игра с миниатюрами, которые представлены в виде аватарах ваших персонажей, и защитных систем. Вы будете перемещаться по игровому полю, выставлять ловушки для оппонентов, натравливать на них неигровых противников, и вступать с ними в прямой конфликт, чтобы отрубить их от сети. Все для того, чтобы первым собрать нужные данные. Обзор есть на канале. У лавки игр открылся предзаказ на игру «Циркадианцы» — «Власть хаоса». Это асимметричная игра на выполнение цели с элементами контроля территории, где вы возьмете под контроль одну из воинствующих фракций на далекой планете. В игре две основные фишки. Первая — каждый игрок устанавливает для всех других цену одного из действий. В этот ход. Вторая — выиграть можно, набрав очки своей фракции, и у каждой они набираются по-разному. Ну, или захватив все оставшиеся реликвии, а их количество уменьшается на один каждый раунд. Обзор есть на канале. Фабрика игр открыла предзаказ на забавный кооперативный патигейм — «Озвучка». Я не любитель патигеймов, но этот мне очень понравился. Вся суть игры в том, что игроки по очереди будут ведущими, и их цель — отгадать слова, которые остальные игроки будут пытаться описать различными звуками. Если честно, то, несмотря на обилие патигеймов, с ними все достаточно грустно. Потому что очень часто мы повторяем одно и то же. А вот здесь весьма неплохая задумка. На канале есть обзор, так что я бы рекомендовал с ним ознакомиться. Мы там наглядно показываем, с чем вы столкнетесь. У Эврикуса в продажу вышла настольная игра «Картавентура» «Одиссея. Сокровище Либерталии». Это детская версия «Картавентуры». Сюжетное приключение с разными концовками. Сюжет, который разделен на три главы. По ходу игры игроки будут открывать секретные карты, которые открывают доступ к новым частям истории. Переиграв приключения, они смогут узнать все возможные концовки. В ходе приключения игроки будут также открывать 10 карт знаний, чтобы узнать об истории пиратства. Чучу Геймс объявили неделю анонсов, и каждый день будут радовать нас новостями. Где-то я это уже видел. Наверное, в исполнении лавки игр. Ну а почему нет? Если есть много анонсов, то почему бы не закидывать в аудиторию каждый день по-новому? Отличная идея, ребят. Начинают они прямо сегодня с анонса игры Custom Heroes. От Джона Деклера. Который за основу игры взял народную игру DaiHimin. Или DaiFuGo. Это игра на взятки, а конкретнее ледер клаймбинг или игра на подъем. Ну то есть вам нужно будет избавиться от всех своих карт, перебивая карты оппонента. Например, если игрок сыграл три четверки, то следующий игрок должен сыграть три карты равной или большего достоинства. Когда все игроки пасуют, последний игрок, сыгравший карты, начинает новый кон с любой картой или набором одинаковых карт, которые он хочет. Однако это игра с карткрафтом. У вас также есть бонусы, которые сможете прикреплять своим картам. Они могут увеличить или уменьшить ценность карты, или даже вообще добавят возможность превратить эту карту в джокер. Ну или поменять порядок старшинства. В общем, там хватает всяких приколов. И, пожалуй, это все на сегодня с новостями. Поэтому кусок мы все-таки оставили на следующую неделю, но про это я уже говорил. Также вы можете посмотреть тот самый обзор на озвучку. И новинку от мира хобби Космобюро. И вот теперь точно все. Всем пока.